Почему вы поддерживаете Валентин Олегович? Ну, во-первых, республику взял человек с большими долгами, очень с большими долгами, нам оставил тот предыдущий, не будем про него говорить, это один момент. Другой момент, на него сразу накинулись там, нехороший он такой, другой, пятый, десятый там, а что молодой парень пришел, вообще молодой пришел, а ему нужна была поддержка. Поддержки практически ему было, ну, из бывшего правительства, ноль. Из федералов никто? Из федералов его, в общем, там единицы поддерживали, Рудинин Паша приезжал, его поддерживал, там Глазкова поддерживал, ну, еще там ряд коммунистов приезжали, когда он выбирался. Будем говорить про сегодняшний день, он много сделал для ХКС, и пусть люди, которые там выступают против него, им наводящие вопросы задают, купленные люди, вы отдумайтесь, о чем вы говорите. Да, мы как бы тоже участвуем. Отдумайтесь, о чем вы, о чем вы говорите. Да, 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 да. Вам задают наводящий вопрос, вы ни на чему не можете ответить. Да. И зачем нам здесь нужны какие-то пришлые? Вот, это точно. Ну, он нормальный, нормальный парень, да, молодой, ну, что-то, у него не все может получаться сразу. Руки-то связаны все равно с федералами. Потому что мы связаны, богу я знаю, чем, а что вы хотите, чтобы пришел какой-то, извините, ну, пришли человек сюда, варяг, какой-то пришел. Ну, он родом из Севастополя. Город, славный город русских моряков. Ну, так и все, и ради бога там. В Иркутской области развалил после Левченко, в Красноярской, края развалил, лесную промышленность. И пусть вот этот вот парень, который сокол, расскажет о своих активах, о активах своих на Кубе, пусть расскажет. Ну, что думают, совсем народ идиоты, что ли, в конце-то, в конце. Ну, видите, голосуют, значит, находятся такие. Ну, те, которые не думают о своих детях, внуках, не думают, ну, и о себе, естественно, это уже понятно, не думают. О будущем своих детях, внуках они не думают. Вы маленько подумайте. Ну, не все в первом сроке получилось у Коновалова. Ну, дайте парню еще... И все-таки он сократил наши долги. Долги, если к нам. Долги. И опять же, люди выступают из... Я не помню, кто-то... И какой-то коммунист, по-моему. Он адвокат. А, юрист, адвокат. А, экономист, экономист и Чуваша выступал. Что наша хакасия, наша хакасия, я даже этого, честно говоря, не знал. Я так послушал. Наша хакасия, это все в ютубе же, все можно найти. Это всемирная паутина. Там, ну, там есть и нехорошая... Ну, больше там, правда, все-таки. Так, большая помощь фермерам. Очень большая помощь фермерам. С возвратом денег. Ни в одном регионе такого в России нету. Ни в одном регионе нет. Ни в одном регионом ездили, тоже людей опрашивали. И в одном регионе, да. То же самое говорили, при предыдущем губернаторы все развалили. Поголовье уменьшилось. Да, да. Сейчас и субсидии есть, пожалуйста. И помогают. И я одно хочу сказать. Я не работаю на камеру, я не работаю. Ну, что, я просто думаю, ну, о своей пенсии. И о своих детях я могу сказать. Вот мнение народа, простого человека. Все, все. Мы вот ходим, разносим агитматериал, встретили, пообщались. Мы за щебенку, вот я вот за эту щебенку, которая, извините меня, вот она копейки стоит должна. Она стоит, мама не горюй. И вот он бензин. Это вот... Ну, у меня слов просто нету. Цена на бензин каждый день растет, растет, растет и на все остальное. Но бензин это отдельная тема. Мы сами в республике ТВА приехали, вот поддержать Валентина Олеговича как раз таки, как добровольцы.